здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube и сегодняшняя тема гладиолусы про нее то мы и забыли и знаете без всякой лишней информации хочу сказать что как бы там не было как бы вы не старательно не покупали дешевенькие гладиолусы лучше русской коллекции нет на свете ничего и бельгийцы и голландцы и американцы с большим удовольствием покупают не только луковицы наших гладиолусов а еще и покупают право на воспроизводство это очень ну круто просто не знаю как ни у кого не получилось такой красоты как у наших гладиолусоводов клуб московский цветоводы москвы вот это у них такие гладиолус это у них все в бороздках каких-то в вот таких вот висячках я даже не знаю как это назвать посмотрите есть серии гладиолусов города нашей планеты вот это прага да с ума сойти какая красота я вам уже рассказывала про нее но надеюсь что вы меня слышите потому что вот эти вот вот эти вот дух ленькие вот эти чах ленькие вот эти вот непонятного цвета а когда вы не соблюдаете еще и внесение удобрений которые ему нужно для того чтобы поддерживать цветение вот этот колорит весь поддерживать то конечно они у вас становятся и все розовенькие или все оранжевенькие а вы начинаете зайти там себе придумывать это они у нас переопылились но до ваша лаборатория на даче ну стерильная прямо и у вас там пчелы летают со стерильными ваточками и переносит там ага эту пальцу нет милые мои вот для цветка которые придумали селекционера нужно соблюдать все его правила вот для этих цветов российских особого ухода и не надо единственное что они по цене конечно отличаются от голландцев но речь даже не об этом здесь два пакета луковицы значит вот эти луковички у них просто они одинаковые конечно они одинаково хорошо только эти луковицы несколько поменьше по окружности и вот их картинка значит посмотрите а эти луковицы конечно они покрупнее еще вон детка какая выросла это вот прага они оба розовые сорта но у одного сорта просто розовые цветы гофрированные а у этого сорта есть еще знаете желто-салатные бороды это ж просто потрясающе что надо делать сейчас ну конечно достать луковицы посмотреть в каком они состоянии если они у вас хранятся в холоде ну градусов 86 тогда у луковиц как вот у этой красотки смотрите появились корни корни появились а вот еще росток я не буду называть это цветоносом это просто росток знаете почему росток да по кочану я уже слышу вот он он еще маленький он еще слабенький но это не цветонос запомните пожалуйста у гладиолуса цветонос появится только тогда когда у него будет 34 настоящих зеленых красивых листа запомните это почему я на этом делаю акцент да потому что до появления 3 4 листа у вас еще есть возможность как-то помочь вашему растению а как это сделать посмотрите у меня в правой руке другая луковица она еще не почищена как следует у нее росток достаточно большой а теперь обратите внимание на корневую систему а корней нет а у этой красотки как раз корни есть это то что нам надо а вот это немножко печально корни должны развиваться очень даже хорошо ваша задача не чистить гладиолуса за месяц а уж не дай бог с осени потому что защитные рубашки нужны для того чтобы не высыхало вот у этих луковиц и у этих не высыхало вот это вот все тельце нам же надо сохранить влагу там же находятся все питательные вещества которые работают и на корни и на появление роска вы же это понимаете за три дня до посадки вы вытаскиваете свои гладиолусы чистите их вот таким образом ничего не поломайте второй росток вряд ли выйдет эти луковицы все цветущие сантиметровая донца говорит об этом у этой луковицы несмотря на то что она побольше у нее тоже сантиметровый но полтора сантиметровая донца она тоже прекрасно цветущая причем кажется даже у нее два будет цветоноса то есть два побега значит и цветоноса будет два ну не могу вот вот его видно хочу показать вам что из этого ростка а тут их три даже значит три ростка это три цветоноса а вот для того чтобы они хорошо очень цвели ваша задача вскопать землю на 35 сантиметров как у морковки глубиной почва должна быть очень рыхлой гладиолусы это очень любят корневая система должна располагаться у них на глубине где-то порядка 15 сантиметров от поверхности почвы понимаете и если чем легче почва тем глубже посадка вот если у вас глина сплошная тогда конечно там семь сантиметров не более глубина посадки но если у вас нормальная почва помните об этом глубокая посадка с внесением обязательно под перекопку и доломитовой муки и полного комплексного цветочного удобрения чтобы поддерживать красоту цветения и поливка у них два а то и три раза в неделю и вы должны понимать что вы за три дня до посадки а это луковичные у них как у лука чеснока холодный старт понимаете нам корни нужны корни развиваются в холоде они вверх нам вверх потом нужен когда корешки уже как бы да будут примерно такие тогда пусть растет себе зеленая масса на здоровье она нам тоже крайне необходимо и запомните пожалуйста чтобы гладиолусы были здоровы а их как никто другой любит фузариоз это когда у нас астры вот так раз кукожились и сдохли также гладиолусы себя ведут вы должны под каждую луковичку положить одну таблетку глиокладина на одном квадратном метре расположить 20-30 штук луковиц гладиолусов в разреженной посадке это не красиво я надеюсь что вы меня слышите а вот от трипсов есть другие средства но мы к ним вернемся попозже когда гладиолусы уже вырастут на этом все всего доброго и до свидания а